На днях известный российский композитор Вячеслав Добрынин подвергся нападению преступников. Это произошло в Подмосковье на одной из автомобильных дорог. Откуда у такого человека могли появиться недоброжелатели и чем закончилась эта трагичная история? У Вячеслава Добрынина есть дочь Екатерина. Недавно мир шоу-бизнеса был потрясен новостью о том, что на нее напала целая банда мотоциклистов, когда она возвращалась в город. Все из того же Подмосковья. У женщины отняли сумку с денежными средствами. Обращаться по этому поводу в полицию Добрыни не стал. Но и оставлять все так как есть он был не намерен. По сообщениям СМИ композитор попытался самостоятельно отомстить за дочь. Он включил дальний свет и ослепил тем самым одного из нападавших. В результате чего тот не справился с управлением и разбился. По сообщениям СМИ уголовного дела против Вячеслава возбуждено не было, так как его непосредственная вина не была доказана. На какое-то время преступники покинули поселок. Однако вскоре неожиданно вернулись, одержимые жаждой мести Вячеславу. Они поймали его, когда тот возвращался в город с дачи. К счастью, за несколько минут до нападения Добрынин, будто предчувствовав неладное, успел позвонить дочери, объяснить ситуацию и рассказать где он находится. Молодые парни напали в шестером, у каждого была бита для игры в бейсбол. Негодяи напали на артиста, когда тот загружал вещи в багажник. К счастью, преступники были пойманы. На допросе они рассказали, что требовали от артиста отдать им все ценные вещи, какие только есть на его даче. Однако этого им оказалось мало, поэтому нелюди решили поджечь дом. Самого Добрынина сильно избили. Хороший друг композитора уже нашел для своего пострадавшего товарища одного из лучших адвокатов и со всей уверенностью заявил, что у отморозков будет достаточно времени для того, чтобы подумать над своим поведением. Однако делать это они будут за решеткой. По мнению семьи и друзей артиста, полиции следует обратить пристальное внимание на расцвет преступности, который мы можем наблюдать на примере Добрынина. Состояние здоровья Вячеслава Добрынина оставляет желать лучшего. В настоящее время решается вопрос о проведении срочной операции, дабы избежать тяжелых осложнений. Дорогие зрители, обязательно переходите и смотрите самые последние новости у нас на канале, вам точно будет интересно.